Предприниматели Челябинской области обеспокоены возможным ростом кадастровой стоимости земель. Она может повыситься до 40%. Это приведет к увеличению налогов и росту цен на товары и услуги. Обосновать новую стоимость земель Минимущества попросили депутаты законодательного собрания. Подробности у Евгения Власова. Металлические цепи, шурупы, трубы, доски и цемент. На этом рынке челябинцы покупают стройматериалы. Ярмарка популярна из-за низких цен. Но вскоре товар может стать значительно дороже, рассказывает владелец рынка. После переоценки кадастровой стоимости цена этого земельного участка в Ленинском районе Челябинска возросла с 18 до 55 миллионов рублей. С этой суммы владелец рынка платит земельный налог. Предприниматель посчитал, отчисления могут увеличиться почти в пять раз. Вырастают налоги, вырастает себестоимость бизнеса в целом. И это отражается и на аренде, и в конечном итоге на потребителях. В Челябинской области завершается предварительная переоценка кадастровой стоимости земли. Ее проводят каждые пять лет. По данным предпринимателей, стоимость участков, а значит и ставки земельного налога, могут серьезно вырасти. Например, в Челябинске цена земельных участков, по некоторым оценкам, увеличится на 43%. А цена отдельных участков под промышленными предприятиями возрастет в 25 раз. Это приведет к повышению цен на товары и услуги. В законодательном собрании области решили разобраться в росте кадастровой стоимости земель. Депутаты пригласили на заседание комиссии представителей мин. имущества и предпринимателей. Такие отдельные примеры, они могут свидетельствовать о том, что сама по себе оценка могла быть выполнена с определенными нарушениями, необъективно или с ошибками. И тем не менее, мы не хотели бы, чтобы эти ошибки в дальнейшем были утверждены, были приняты. Комиссия подготовила два десятка листов с замечаниями. Например, при переоценке не учтены плотность застройки, расстояние до автодорог и остановок транспорта. А эти факторы существенно влияют на кадастровую стоимость. Поправки передадут в Министерство имущества области и Росреестр. Там обещают прислушаться к предпринимателям. И утверждают, что итоговое повышение стоимости земли и рост налогов не будет существенным. Рост, который они нам обосновывают в 27%, по сравнению с 2010 годом, если мы сравним с совокупным размером инфляции, которая прошла с 2010 года, а это, напомню, порядка 42%, то на самом деле росту-то никакого и нет. Также, по мнению предпринимателей и депутатов, рост налогов не приведет к увеличению бюджета. Наоборот, многие предприятия могут закрыться из-за новой нагрузки. Комиссия надеется, что этого получится избежать. Новую кадастровую ценку земель должны утвердить до 1 ноября. Евгений Власов, Иван Симонов, ОТВ